Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ведущий Дмитрий Марков. Жители Ненецкого округа в минувшие выходные стали активными участниками спортивных мероприятий, прошедших на Ринмаре. В физкультурно-спортивной программе было запланировано порядка 10 региональных и всероссийских спортивных мероприятий и акций. Открыл череду спортивных событий фестиваль ГТО. Тестирование прошло на стадионе «Дюцлидер». К участию допускались обучающиеся образовательных организаций, а также жители всех возрастных ступеней, которые прошли регистрацию и получили индивидуальный номер участника на сайте ГТО. Кроме того, на трассе «Дюж-Старт» состоялись окружные соревнования по лыжероллерам. Спортсмены пробежали дистанции в 5 и 10 километров. Соревнования по гонке на лыжероллерах в нашем городе проводятся регулярно. В основном в соревнованиях принимают участие спортсмены, которые активно занимаются лыжными гонками. В этот раз на старт вышли более 30 человек. Трасса для участников делилась по возрастным группам. Самая маленькая дистанция 2005-2006 год. Они один круг бегут, потом два круга, четыре круга. И самые старшие бегут 10 километров, это семь кругов. Один из участников на дистанцию 10 километров Александр Матвеев регулярно принимает участие в местных и выездных соревнованиях. Скорость на роллерах, конечно, она выше. Если брать чисто по скорости, то, конечно, на роллерах бежать быстрее, может быть, даже приятнее в этом плане. Но, опять же, все в равных условиях у всех лыжероллеров, особенно в лыжероллерах, соревнования проводятся на одинаковых роллерах. То есть нет такого, что ты можешь свои лыжероллеры промыть отдельно и бежать уже на промытых, которые будут более быстрее. Во время проведения соревнований по лыжероллерам в детско-юношеской спортивной школе «Лидер» проводилась сдача нормативов ГТО. Второй год сдача нормативов ГТО пользуется огромной популярностью. Жители нашего региона неоднократно принимают участие в фестивале для того, чтобы показать лучший результат. Я уже хожу, ну, здесь уже третий год подряд, прихожу на ГТО в прошлом году и позапрошлом, мы еще и бег сдавали, а сейчас пока только физические упражнения. 25-го числа бег, но меня уже не будет, я уезжаю в отпуск, к сожалению. Принять участие в фестивале ГТО может любой житель нашего города. Для этого только необходимо пройти регистрацию на сайте ГТО. На сайте ГТО в автоматизированной информационной системе у вас есть свой индивидуальный номер, вы приходите сюда, записываетесь, говорите свой номер. Ваши результаты будут занесены в протоколы, протоколы отправлены федеральному оператору ГТО и зачтены в будущем. Вы выполняете определенное количество тестов, которые вам положены по вашей возрастной ступени и получаете золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО. Фестиваль ГТО в нашем регионе продлится до 22 сентября. Спортивную борьбу продемонстрировали футбольные команды. На стадионе лидера встретилась сборная команда Ненецкого округа и нефтяников. Футбольный матч между командой Ненецкого округа и недропользователями собрал небывалое число болельщиков. Несмотря на то, что на поле непрофессиональные спортсмена-любители. Впрочем, сами участники делать скидку на то, что заниматься спортом непрофессионально не собирались. Настрой, говорит капитан команды недропользователей Игорь Шарапов, боевой. К этому матчу готовились основательно. На поле прошла не одна тренировка. Конечно, мы готовились, тренировались. Вообще у нас команда, ребята, которые играют в команде достаточно спортивной. У нас команда представлена руководителями, компанией недропользователей и сотрудниками предприятия «Лукоил Сейрон Тегас». Команда недропользователей с первых минут начали показывать динамичную игру. Старались как можно больше играть в нападении. Но первыми забить гол не получилось. Буквально на середине первого тайма ворота недропользователей распаковал нападающий команды НАО. Долго радоваться первому голу команде НАО не пришлось. Через минуту игрок команды недропользователей Максим Сахаров сравнял счет. После первого тайма счет на табло 1-1. Второй тайм начался с моментального гола игрока команды НАО Игоря Кошина ворота недропользователей. Именно с этого забитого мяча футболисты команды НАО начали активно атаковать ворота соперника и приносить гол за голом. К концу матча счет на табло составил 5-3 в пользу команды Ненецкого автономного округа. «На самом деле победа Ненецкого автономного округа – это победа команды, которая работает на нашей территории. Это необычно простые граждане, это нефтяники, это нестроители. Это люди, которые каждый день приносят большую пользу городу, округу, нашей стране в целом». В конце спортивного праздника для жителей нашего округа выступили творческие коллективы города. «Беги за мной!» – масштабная акция с таким названием прошла в Наринмаре в рамках мероприятий, посвященных праздновать Дня образования Ненецкого автономного округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Более 200 самых активных жителей столицы региона вышли на массовый забег по центральным улицам города. «Перед забегом в два километра обязательно разминка. Под музыку самые активные жители Ненецкого округа готовят свои мышцы к предстоящей нагрузке. Размяться, конечно, важно, но самое главное – поднять настроение себе и окружающим и получать удовольствие от процесса». Требования к спортсменам – минимальная спортивная форма, индивидуальная бутылочка воды и позитивный настрой. Несмотря на непредсказуемую северную погоду и пасмурное небо, на площади имени Ленина зажигательная музыка и активные танцы. «Мы бежим с целью привлечь внимание всех людей, всех жителей Ненецкого автономного округа к здоровому образу жизни, к тому, что мы спортивные, позитивные. Здесь нет первых, здесь нет последних. То есть наша задача сегодня – добежать до конца, дойти, доползти, как-то добраться до конца». Ограничений нет и по возрасту. Самому младшему бегуну всего два года. Юные спортсмены признаются, два километра для них не такая большая дистанция. «Я больше бегала». «Супермолодцы!» «Больше, чем два километра?» Как сообщили организаторы акции, ставшая традиционным для округа события направлена на пропаганду здорового образа жизни, формирование у молодежи активной жизненной позиции и позитивного облика молодых людей. «Потому что спорт – это все. Все сейчас занимаются спортом, это вообще круто». Маршрут массового забега стартовал от площади имени Ленина и прошел по центральным улицам города – с Медовича, Хатанзейского и Ваучейского. «Бегу не на скорость, а в удовольствие!» – девиз массового забега подтверждает. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста или физической подготовки. Так свой день с пробежки начали более 200 жителей города Наринмара. Кроме забега в рамках мероприятия прошел праздник красок холи, конкурсы, а также мастер-класс по танцевальному направлению фитнес-тренировок. Спортсмены из Ненецкого округа завоевали награды фестиваля «Пара Крым-2016». Сборная спортсменов с ограниченными возможностями здоровья вернулась с физкультурно-оздоровительного фестиваля, который проходил в Евпатории. Всего во всероссийских состязаниях Крыму приняло участие более 450 спортсменов со всей страны. В течение четырех дней они оспаривали первенство в семи видах программы. Сборная НАО была представлена четырьмя спортсменами. За женской половиной команды две бронзовые награды. Марина Говша стала третьей в соревнованиях по пауэрлифтингу, Мария Шкаль – третьей в настольном теннисе. Эта же спортсменка заняла четвертое место в состязаниях по дартсу, где состязались более 80 спортсменов. Мужчины заняли шестые места в состязаниях по пауэрлифтингу в своих весовых категориях. В командном зачете Крымского фестиваля сборная НАО стала 41-й. Ранее сборная НАО вошла в пятерку лучших по северо-западу в общекомандном зачете на соревнованиях в Карелии. Тогда команда привезла в регион три золота, три серебра и одну бронзу. Призовые места спортсмены заняли в пауэрлифтинге, стрельбе и настольном теннисе. В ближайших планах тренеров окружить спортсменов с ограниченными возможностями провести региональные соревнования. Мероприятия запланированы на октябрь. Это была программа «Спортсто» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok